Итак, дорогие друзья, после долгого перерыва мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, кто на месте, подтягиваемся, зовем друзей, знакомых, распространяем Тору, будем сейчас распространять знания о Буде, это наша миссия, наша, вообще жизнь наша, как мы уже учили это, да, и давайте, кто присутствует, сегодня мы начинаем уже шестую главу, шестую главу притчи, очень глава непростая, очень глава такая особенная, то есть начинается сейчас такой Мишли Харт, я это называю, очень, а сейчас, а где она исчезла тогда, сейчас, значит, сейчас мы найдем, значит, шестая глава очень сложная, она уже переходит, это уже бизнес, это бизнес, тут идет все уже переход, то есть то было, нас подготавливали, говорили, все подготовили, главное мы уже за пять глав, то, что я лично для себя вывод сделал, что со злодеями надо быть подальше от них, как можно дальше, что вообще самое главное, это отдалиться от злодеев, приблизиться к хорошим людям и учить Тору, это вот вывод из пяти глав, потому что Тора, она дает тебе знания, понимание, как, где, как, где правильно поступать и так далее, а сейчас мы переходим уже, конкретные пошли советы, из шестой главы пошла конкретика, то есть что, а что же делать-то, и вот, значит, шестая глава начинается с того, что говорит царь Шломо, говорит так вот, бни, он говорит, сынок, сын мой, им арафта лереха, если ты стал аревом для ближнего твоего, арев это гарант, если ты стал гарантом для ближнего своего, такита лезар капеха, а потом ударил по рукам с чужим, с чужим заключил сделку, значит, объясняют наши комментаторы, значит, что речь идет об одном, об одном и том же, что пообещал ты вначале, стал гарантом ближнему, что ты продашь ему дом, прогарантировал ему, а потом ты этот же дом, значит, этот же дом ты сказал, что ты продашь чужому человеку, и, значит, и дал ему обещание, вот что делать, то есть, здесь очень часто, очень часто человек попадает в жизни в такую ситуацию, что он и одному пообещал, и второму пообещал, и хочет он, вот сейчас мне надо дочку забирать, там, да, она у Равина Вышецкого дома, и урок надо провести, и Рав Цвипадла сейчас проводит урок прекрасный в Синагонии после молитвы, и у каждого человека, он в жизни очень часто попадает в ситуации, когда он пообещал одному, пообещал второму, что делать с этим ситуацией, говорит во втором отрывке царь Шлумо, он нам говорит так, споткнулся ты, попал ты в ловушку своего языка, своего рта, то, что ты сказал, и второе тоже, и накашта, и нилката, то есть, это и споткнулся, и попал в ловушку, то есть, бывает, в чем разница, когда ты споткнулся, и когда попал в ловушку, если это речь идет о ближнем, ну, ближний поймет, это ты споткнулся, то есть, ты ему пообещал, не выполнил, но если он твой реально ближний, ну, то есть, там, родственник какой-то, то ему будет просто неприятно, но он, это называется, споткнулся, нилката, это ты попал в ловушку, это с чужим, чужой он тебе так не простит, что ты его подвел, то есть, чужой он тебе сделает, поэтому, говорит он в третьем отрывке, Асэзот, эйфо, сделай тогда так, он говорит, бни, вейнацель, кибата, бэкаф, рээха, лэх и трапез, вэраав, рээха. Значит, здесь очень сложный этот весь перевод, значит, Малдым так объясняет, вот мой совет, который ты, я тебе даю, чтобы, чтобы спастись от этой истории, когда ты пообещал одному, пообещал второму, и один тебе просто неудобно, а второй тебя поймал за это, да? Он говорит, вначале ты, говорит, попал ты в руку ближнего своего, потому что ты ему гарантировал вначале. Но иди ты, проси, чтобы он тебя простил к дальнему, который от тебя, чужой для тебя человек, но которому ты пообещал сильнее. И потом иди попроси у ближнего, чтобы он тебя освободил от того обещания, которое ты ему дал. То есть здесь это очень интересно. Я вспоминаю, как Раф Зильбер, Захаронос Ихлеврака, рассказывал ситуацию, после которой он попал в тюрьму. Значит, он был в 50, там, это был 53-й год он вышел, когда Сталин умер, а это был, значит, 50-й год. Он работает учителем, денег не хватает, он все деньги отдает на ЦДКУ, в общем, очень тяжело выживает. И тут ему, у них отключили свет за неуплату электричества. И жена ему дала 5 рублей, говорит, иди заплати за свет. И он выходит из дома и думает, вот мне жена дала 5 рублей заплатить за свет. Но у меня есть долг перед одним человеком, которому я занимал давно, и я ему должен уже давно отдать. Есть долг перед другим человеком, которым я занимал позже, но ему деньги нужнее, и он сильнее на меня обижается. То есть, по правилу я должен отдать тому, кому в начале, но он не обижается, то есть, это можно сказать, что он ближний. А тот, который обижается, он чужой, да, который, но позже, но ему сильнее надо. А жена вообще ближняя получается, она сказала за электричество заплатить. И он 40 минут не мог определиться, куда пойти. И казалось бы, этот выбор, он не судьбоносный, какая разница, электричество, ближнему, дальнему, зачем это все эти разговоры. Но от таких вот поступков, от таких поступков зависит следующая жизнь. Он идет, я не помню, к кому он пошел, и причем, я помню, он рассказывал, что он пошел, на полпути спустился, пошел в другую сторону. То есть, он реально очень серьезно относился к своим действиям. Он знал, что каждый твой поступок, каждое твое действие, каждое твое слово может кардинально повернуть твою жизнь в другом направлении. И он пошел все эти, кому-то отдавать эти 5 рублей. А того арестовали за что-то, тогда арестовали очень часто, тоже кому-то что-то сказал, где-то что-то сделал, там посмеялся. Я читал в самолете сейчас книжку, как арестовали Альтшуллер, такой создатель системы ТРИС, теория решения изобретательских задач, суперсистема. И как его посадили на 25 лет за то, что он в компании пошутил что-то против Сталина. И сдал его еврей, который боялся, что другие евреи сдадут его. А если бы он не сдал, тогда его бы тоже посадили. И он побежал, сдал его, и дали 25 лет этому Альтшуллеру и Шапира, двум друзьям евреским, дали 25 лет за то, что пошутили за Сталина. Представляете? И страшные, страшные были судьбы в то время. Зимраф Зильбер приехал к этому человеку, и там уже ждала милиция. Они арестовали всех, кто к нему приходил, чтобы найти с кем он в связи. Его арестовали, пришли к нему домой, обыск, а у него хранились деньги на хранение облигации другого человека, еврея, который был пожилой уже. И Рав Зильбер решил, что я его не выдам, а возьму вину на себя, скажу, что это мое. В общем, там целая дальше история, но нам царь Шломо дает конкретный совет, который, как он советует, что вначале, прежде всего, нужно попросить чужого, потому что его тяжелее уговорить. Если он не уговаривается, уговаривай тогда ближнего. Понятно, да? Четвертый отрывок. Аль-Ти-Тен-Шен-А-Ли-Э-Ха-Вет-Нума-Ли-А-Фа-Пейха. Дальше он говорит так. Не давай своим глазам спать и не давай дремать своим векам. Что имеется в виду? Имеется здесь в виду следующее. Что, в принципе, человек, человек, он, есть два разных способа, как себя в жизни вести. Есть способ, который, тоже в Мишливе, дальше мы будем учить этот пасук отрывок. Там написано так, что Соне Матанод Ихье. Ненавидящий под арте будет жить. Этот подход, Талмуд говорит, его использовали Машера Бейну, его использовал пророк Шмуэль. Это были люди, которые ничего не брали никогда у других людей. Они рассчитывали только на Бога и на себя. Все. То есть, были цадики, например, такие великие цадики, которые у них и в Талмуд, во времена Талмуда, и потом уже хасинские разные учителя, которые не ложились спать, чтобы у них осталось хоть копейка денег в кармане. То есть, они хотели полагаться только на Бога. Не хотели полагаться ни на людей, ни на деньги. Бог даст Бог день, даст Бог пищи. То есть, меня Бог по жизни ведет, как они себе устраивали жизнь, как в пустыне, в рействе народ, когда Бог каждый день давал еду. Это высший уровень такого бетахона. Что не полагаться вообще на людей. Есть, в Талмуде написано, есть другой подход, в котором говорится, что, значит, те, которые хотят принимать от людей помощь и подарки, есть им на кого положиться. И приводятся истории, пророк Илиша получал помощь, пророк Ильяу получал помощь от других людей. То есть, есть на кого положиться тем, кто хотят получать помощь от других людей. Раф Зильвер, Зехронослик Леврака, он вначале шел по пути, что он ни от кого не хотел получать помощь. И он даже рассказывал, что всю жизнь потом жалел. У него отец там очень сильно болел в Казани, перемерз. И ему нужно было его везти к врачу, и у него не было денег. И он повез его к врачу, который был дешевле, поближе. А можно было занять деньги и поехать к врачу, который жил дальше. Но его отец умер, и он всю жизнь потом думал, что, может быть, это моя есть в этом вина, что я не захотел занимать деньги. И потом он в какой-то момент в своей жизни рассказывал, что он подумал, что, может быть, я не хочу занимать деньги не потому, что я на Бога полагаюсь, а из-за гордости. А гордость это плохое качество, что я, типа, такой возвышенный, что я не могу занять. И он прямо говорит, как только я это в себе заподозрил, я начал занимать деньги. И у меня был, говорит Рошашина, что я был должен 39 людям деньги. Вообще, я еще посчитал, и я сидел в Рошашина и думал, значит, вот какой я молодец, что я пошел против себя. В принципе, пошел, занял у людей деньги. Он занимал деньги не для себя, а для митсво, для запад. У него очень была такая жизнь, как бы с точки зрения обычного человека, тяжелая. Например, они когда приехали в Израиль, и они не видели с женой 7 лет по праздникам и по шабатам. Она работала в Яшиве на кухне, и в шабат, и в празднике готовила в Яшиве мир на кухне, чтобы собрать деньги дочерям и выдать дочерей замуж. Но зато, когда они выдали всех дочерей замуж, они каждой покупали квартиру, муж Талмит Хахам и так далее. Но при этом они сами ни одного праздника вместе не провели. То есть они в этот мир пришли не для отдыха, а для работы. Это была его конкретная жизненная позиция, что я в этом мире не для отдыха, не для получения удовольствия. Я в этом мире работаю для Бога, для того, чтобы выполнять заповеди и так далее. Это о чем здесь говорился в четвертом отрывке. Царь Шлумон сказал, В этом мире не надо отдыхать. Ты проходишь этот мир, ты его пробегаешь просто, и потом уходишь на следующий уровень. И если ты даешь вот этому своему телу управлять собой, то это такое, да, это такое очень, если ты даешь телу управлять собой, то это очень плохой хозяин. Оно тебя приведет к жирности, к болезням, к слабости и к, ну, посадит в рабство. Поэтому нужно уметь управлять своим телом. Не давать сна своим глазам. Бегать. Все время он бегал. Равзильбер за царь, он все время бегал. Он был все время, вообще он даже не ходил спокойно, он все время бежал. Елечка, посиди, пожалуйста. Вот как раз я только думал, ехать мне не надо ель забирать и урок Торы проводить. Сел проводить урок Торы, и дочка сама пришла. А как ты сама пришла? Ну, я Дина отвезла. Дина отвезла, видите, все, все пришло само по себе. То есть, как полагаешься на Бога и выполняешь заповеди Торы, так Бог о тебе заботится. У меня дочка сама пришла. Класс. Теперь дальше. У нас есть еще пятый отрывок. И на цель Кецепор Мияд Якуш. Что ты должен спасаться, как птичка. Из кого? Из руки. Чьи руки, значит, сейчас мы разберемся. И Кецепор, а как олень ты должен спасаться из руки. И как птичка от того, кто ее ловит. Значит, это метафора. Значит, как олень спасается от тех, кто его ловит? Олень убегает от них. Олень от них убегает, и он спасается телом. То есть, если ты попадаешь в какую-то плохую ситуацию, то нужно из нее убегать. Физически нужно из нее убегать. Теперь, а как птица спасается, когда ее ловят? Как птиц ловили? Их приклеивали. Их ловили клеем. И она, когда клеем, у нее варианты есть, какие у птицы. Или она оставляет свои перья приклеенные и улетает. Или же она сидит, перья бережет, но не улетает. Это такая метафора. Значит, здесь я видел такой комментарий, что говорится так. Что вот человек, он прирастает к месту, прирастает к имуществу, прирастает. Почему пророк Шмуэль и Машей Рабенду, они ни у кого ничего не брали? Они не хотели прирастать. Они не хотели быть связанными ни с тем, кроме как с Богом. У пророка Шмуэля был свой чайничек, с которым он ходил, своя табуреточка. И он ходил независимо по всему Израилю, судил народ, он ни от кого не зависел. Есть люди, которые впадают в зависимость от людей и впадают в зависимость от своего тела, потому что они прирастают к имуществу, им слишком важны материальные вещи. И эти материальные вещи ловят их в ловушку. Я на всю жизнь запомнил историю, как был, я слушал ее когда-то, в день как раз, вот недавно был день памяти Холокоста, я как-то в Израиле по радио слушал историю. Рассказывал один раввин, Рошь Ешива, он рассказывал историю своей жизни. И он говорит, что мой папа, он был в Литве, один из денег таких, были илуи, и деньги, это те, которые очень, прям у них есть талант к торе огромный. И была такая Ешива, куда принимали только этих денег. А в еврейском религиозном мире, в религиозном мире есть такой закон, такой закон, да, есть такой закон в еврейском религиозном мире, что если у человека есть дочка, то он должен постараться эту дочку выдать замуж за Талмит Хахама, за мудреца Торы, потому что мудрец Торы, он посвящает свою жизнь служению Богу, выполнению заповедей, и он будет, понятное дело, о дочке заботиться, он не будет ее никогда бить, он не будет, как бы, обратная сторона, что если ты отдаешь человеку дочку, которая не, человеку нерелигиозному, такому обычному, да, то ты ее как льву отдаешь на растерзание, потому что что он с ней будет делать, вообще непонятно. Поэтому все богатые евреи религиозные, они стремились выдать свою дочку за вот этих вот гениальных мудрецов Торы, говоря, что мы будем вас обеспечивать, вашу жизнь, во мне надо будет думать о материальном доходе, мы будем вас обеспечивать, а вы будете, муж будет учить Тору, станет светочем, да, светилой в народе Израиля, а дочка моя будет воспитывать умных, религиозных, красивых детей, которые тоже будут жить по Торе. Прекрасная такая была идея. И в этой ешиве все мальчики, которые там учились, они знали, что они когда выучатся, они выйдут замуж, они женятся на дочках каких-то очень богатых людей, получат по нескольку домов приданное, один в аренду, второй жить, и будут спокойно всю жизнь учить Тору, служить Богу и выполнять заповеди. И он говорит, мой отец учился в этой ешиве, и были у мальчиков, были, ну, то есть, как бы, очень четко выстроенные ожидания, все было понятно, куда они двигаются. А у меня, говорит, отец, он, он очень, его интересовало то, которое он не хотел ни от кого зависеть, от людей вообще не хотел зависеть. И он решил жениться на дочке Рош-йшивы. Был Рош-йшива, мудрец стал Миткахам, но у него не было денег, он не мог за дочку дать большое приданное, но у него была прекрасная дочка, воспитанная, все, и он на ней женился. И ему дал всего этот Рош-йшива, дал маленькую-маленькую комнатку в этой ешиве, и они вдвоем там поселились в этой маленькой комнате. Потом родился ребенок, это как раз он родился, он говорит, потом я родился, и когда я родился, то в этот момент эту комнату разделили на две части, чтобы в одной я спал, а в другой родители могли спать. Маленькая была комнатка такая. И, говорит, потом, а потом началась война, и напали немцы, напали, то есть было две недели, когда Литвам была возможность оттуда уехать. И все, которые были, у них были дома, фабрики, ну, имущество, они боялись это потерять, они не могли решить, они не были свободны в своем решении. И они все думали, а вдруг пронесет, а вдруг кто? Мои родители взяли по сумочке в руки, взяли меня под мышку и ушли. Единственные, кто остались живых из этого города, это мои родители и я. Так рассказывал он в день катастрофы, историю своего спасения. И вот мы видим, и он стал Рошейшива, глава Ишивы в Израиле, у него много детей, внуков, они прекрасно живут в свободной стране, учат Тору. То есть, вот тут и думай, да, значит, как быть. И здесь нам сказалось, что вам это так. Спасайся, как олень, который всем телом убегает, и как птичка, которая, она сбрасывает перья, лучше сбросить перья, лучше расстаться с имуществом, чем потерять жизнь. И вот такой вот он дал совет. И дальше он говорит следующее, следующий момент он нам сообщает, для того, чтобы, для того, чтобы уже все, 20 минут прошло, значит, так мы 5 отрывков мы прошли, на этом мы тогда не будем дальше, дальше двигаться. Давайте подведем итог. Давайте, очень важно подводить итог, резюме. Вот я сейчас подведу свой итог, то, что я понял из сегодняшнего. Значит, первое, что нам сказал царь Шломож, что будь осторожен со своими обещаниями. И когда ты кому-то что-то обещаешь, то ты по-любому попадаешь в сети, да, как бы в ловушку своих обещаний. Особенно, если ты пообещал одному, второму, третьему, то в этот момент обязательно кто-то на тебя будет обижаться. Теперь, дальше, это первое. То есть, будь осторожен с обещаниями. Лучше никому ничего не обещай, а лучше всегда говорить, блин, эдер, посмотрим, без рата, шем. Есть разница, кстати, с Божьей помощью или если Бог захочет. Тут очень важно это знать деление, но это я в следующий раз расскажу деление между, как надо говорить, или Бог захочет, или добавлять, или с Божьей помощью. Есть деление такое. Второе правило, которое я для себя понял, что вначале нужно извиняться перед, если ты уже пообещал, то перед чужими в первую очередь нужно снять обещания, потому что чужие на тебя сильнее обижаются, и во вторую очередь перед ближними. Но в любом случае нужно уметь с себя снимать эти обещания, чтобы они не обижались. Третье, что я понял, что нужно, нельзя спать, нельзя лениться. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Это в детстве нас когда-то учили, что не надо спать, а надо все время двигаться. Двигаться и всегда есть чем заняться. Есть заповеди, есть стора, есть работа. Это три вывода, которые я сделал. Теперь, пожалуйста, напишите свои выводы в комментариях, прям напишите свои выводы. Три вывода из сегодняшнего урока. И вот эти свои три вывода, которые вы сделали, расскажите кому-то сегодня именно уже свои выводы, потому что тора, ее нужно написать на скрижалях своего сердца, то есть написать на своем подсознании. И кашремаль гаргаратеха, завязать на свое горло, то есть нужно слова торы произносить. Поэтому сейчас для себя выберите три каких-то идеи главных, которые для вас важны были сегодня. И, значит, напишите их. Все, дорогие друзья. Удачи, успехов. С Божьей помощью до завтра. Завтра постараемся пораньше сделать урок. Все, удачи, успехов. Пока.